Сервис, где все объясняют за 10 минут и поощряют саморазвитие. Мечтаешь заказать себе альтушку с госуслуг? Но о чем ты будешь с ней говорить? Куда поведешь гулять? И как будешь оправдываться, если она назовет тебя Скуфом? Не знаешь? Ничего, интроверт спешит на помощь. Сегодня мы погрузимся в глубины Скуфологии и Альтсофии. Чтобы в этом разобраться, тебе даже не надо регистрироваться на госуслугах. Что-то заказывать и ждать целую вечность. Философия Скуфов и альтушек уже здесь. Как настоящие философы мы начнем с разбора понятий. Альтушки, представительницы интернет-субкультуры Альт. И нет, это не про симфонический оркестр и струнно-смычковые инструменты. Эта субкультура пришла к нам из тиктока. Тиктокеры решили, что есть стрейт-тикток – это прямой, стандартный, обычный тикток. А есть альт-тикток, где собираются контур-культурщики, фандомщики, дед-инсайды. В общем, не такие, как все. Раньше альтушек называли неформалками, а сегодня это группа девушек с особенной эстетикой. Слово иногда употребляется в оскорбительном ключе, но иногда девушки и сами так себя называют. За молодыми людьми с альтернативной стороны тиктока никакого подобного названия не закрепилось. Тебе тоже кажется, что слово «скуф» звучит как «оскорбление» или «клеймо»? Это не очень далеко от правды. Слово чаще всего используют в оскорбительном ключе, но уже в сторону мужчин за 30, с лишним весом и за лысинами, главный интерес которых – сидеть на диване и пить алкоголь. Так называемые диванные эксперты, которые на самом деле ни в чем не разбираются, зато консервативны до мозга костей. Альтушка, кстати, может соскуфиться и стать скуфыней, а вот скуфу альтушкой точно не стать. Смеем разочаровать всех обрадовавшихся. Никакой программы, по которой выдается личная альтушка с госуслуг, не существует. Ты не сможешь заказать себе тяночку по почте. Так что придется звать друзей и вместе грустно листать каналы по телеку, пока альтушки скачут на концерте на верло. А мы переходим к самой, что ни на есть, философской философии. Прежде чем ты погрузишься в философию скуфов, я обработаю тебя анти-скуф-спреем. Хотя нет, есть средства борьбы со скуфизацией получше. Мы правое полушарие интроверта. Сервис, где поощряют саморазвитие и объясняют все за 10 минут. Упаковываем самое главное по теме в саммари. Лови гайд по анти-скуфизации, который заменит поход к психологу. Сначала смотришь саммари о том, как победить страх новых начинаний. Потом забираешь техники по борьбе с апатией. А напоследок разбираешься в причинах депрессии и техниках ее лечения. Три саммари 30 минут. И у тебя на руках четкие ответы от психологов. А ты сэкономил время и деньги. Каждая саммари стоит сотку. А доступ ко всей библиотеке контента 300 рублей. Для новичков сделали промокод Tube30 на 30 дней бесплатного доступа. Переходи по ссылке в описании, выбирай тариф на месяц и вводи промокод. Смотри саммари, узнавай новое и получай ачивки, чтобы напоминать себе, какой ты классный. А теперь пристегнись, мы переходим к философии скуфов. Так вышло, что скуфы в большинстве своем придерживаются консервативных взглядов. А это не только политическая, но и вполне себе философская позиция, которую разделяли многие деятели философии. Понятие консерватизм стало использоваться в политическом контексте в 19 веке с легкой руки Франсуары Недеша Табриана. Он сам был консерватором и ярым сторонником сохранения монархии. В общем смысле консерваторы за все хорошее старое и против плохого нового. Они выступают за сохранение традиционных устоев, ценностей и порядков, и против резких обновлений. Лудиты, которые разрушали новые машины и оборудование на фабриках, тоже были своего рода консерваторами. Затрут руками людей, против проклятых технологий, так сказать. Кто-то из консерваторов более радикален и выступает максимально против всего нового, пытаясь сохраниться на определенном этапе развития. Никаких новых ценностей, форм отношений, политических инструментов. Оставьте все как сейчас. Правда, такой абсолютный консерватизм немного противоречит природе вещей, но это нюансы. Кто-то из консерваторов менее радикален и открыт к тому новому, которое не противоречит старому. Если новые ценности отлично дополняют старые, почему бы и нет? А других нам и не надо. Познакомься, кстати, с Эдмундом Берком, скуфом-консерватором 18 века. Он критиковал французскую революцию за разрушение ткани хорошего общества и был против всяких радикальных изменений. Еще он считал, что пора бы уже смириться, что люди не равны, и у одних собственности больше, чем у других. А если мы попытаемся искусственно изменить положение дел, грянет катастрофа. Еще Берк занимался эстетикой и исследовал понятие возвышенного и прекрасного. Первый трактат он написал еще в юности, когда мы только сдаем ЕГЭ и выбираем, на какой факультет поступить. Он выяснил, что органы чувств работают у всех одинаково, поэтому дурной вкус – это недостатки рассудка. Получается, что если человек не модный, он еще и скуда умный. А это Роджер Скрутон, философ-консерватор наших дней. Что забавно, он тоже известен своими идеями в областях консерватизма и эстетики. Он видит в революционерах толпу хулиганов, которые мало понимают, против чего выступают. А вот Роджер желает сохранять, а не низвергать. Он согласен со своим коллегой в том, что нужно поддерживать и сохранять имеющиеся институты, а не строить новые. И ему тоже не нравится идея перераспределения благ между людьми. Роджер даже написал инструкцию, как быть консерватором, чтобы все интересующиеся могли с легкостью повторить этот путь. Но знаешь, кто самый душный скуф во всей философии? Гегель. Вот кто. Чтобы написать такую сложную для понимания работу, как наука логики, нужно быть воистину дотошным философом. Ходят байки о том, как Гегель читал лекции в университете. У него нередко падали листы, он собирал их в хаотичном порядке и продолжал, как ни в чем не бывало. Словно его труды можно читать в любом порядке и ничего не изменится. Но в целом так и есть. Откуда ни начни читать, все равно сложно. Гегель настолько уверен в себе, что доминирует над реальностью. Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов. Его прямая цитата. Пора поговорить о мрачной стороне философии. О тех, кто хочет выглядеть не таким, как все, среди философов. А это немецкие романтики, нигилисты и сторонники темных теорий. Но обо всем по порядку. Уж кто больше всех не такой, как все, как ненигилисты. Ведь они отрицают все традиционные ценности и убеждения. А их взгляды идут вразрез с обществом. Ну, почти консерваторы наоборот. Вот, например, Ницше. И от концепта Бога предложил отказаться, и от традиционных ценностей. Заявил, что людьми движет воля к власти. И чем сильнее она выражена, тем сильнее человек. Поэтому все, кто за добро, мир во всем мире, равенство и братство – это люди с моралью рабов. А все, кто за движение вперед, за силу и доблесть, те, кто оценивают поступки по их последствиям – это господа мира. И вообще, хватит быть человеком, пора эволюционировать в сверхчеловека. Ницше себя нигилистом, конечно, не называл, но буквально отверг все предыдущее философское знание. И сделал он это вполне сознательно. Или вот немецкие романтики. Если ты уже представил томных юнош с цветами, которые караулят даму сердца у подъезда, это не о том. Немецкие романтики были томными, но томились они из-за недостижимого идеального мира и вообще были пессимистами. Вот, например, главная альтушка среди немцев – Артур Шопенгауэр. Он недолюбливал людей, жизнь и увлекался мистикой. Из этого и выросла его философия пессимизма. Наш мир, по словам Шопенгауэра, худший из всех возможных миров. А еще им движет единая иррациональная воля, которую мы не очень-то можем познать. То, как мы видим мир, всего лишь наше представление. А какое он на самом деле – загадка, разгадать которую могут только такие же томные философы, как сам Шопенгауэр. Ну как тебе? Уже преисполнился философскими взглядами, пока смотрел про альтушек? С нашими саммари можно разобраться вообще во всем. Четко и быстро объясняем даже самые сложные темы. Переходи по ссылке на нашу платформу и смотри комбо из саммари по философии. Разберешься в идеях Ницше, Гегеля и Жижика за 10 минут. Не придется мучиться и читать все их книги. Мы уже все про них собрали, тебе осталось только включить. Одно саммари стоит сотку, а доступ ко всей библиотеке контента всего 300 рублей. Первый раз у нас? Тогда держи промокод ТЮБ30. Переходи по ссылке в описании, выбирай тариф на месяц, вводи промокод и забирай доступ на 30 дней бесплатно. Изучай сложные темы и получай ачивки за саморазвитие. Все, теперь переходим к современным альтушкам философии. Есть и еще современные философские альтушки – темные философы. Они отринули вообще всю историю философского знания, потому что это взгляд с точки зрения человека. Темные философы хотят разглядеть мир таким, какой он есть без нас, и отдают дань уважения объектам. Буквально. Они так и называли свою философию – объектно-ориентированная антология. А еще такие современные философы очень любят слово «темный», как ты мог догадаться. Поэтому есть темная философия, антология, экология, темная жизнь. И это все, что угодно, без учета человека или человеческого взгляда. То есть это философия без человека. Изучение существования мира без человека. Экология мира без человека. И жизнь вне человека. Между прочим, очень смело и нигилистично. Ведь прошлые философы стремились изучить человека. И даже совершали всякие антропологические повороты. А это прям-таки антигуманистический поворот философии. Но не в смысле, что они против человека, а в смысле, что теперь человек вне поля зрения. Ну чем тебе не альтушки? Темные любят, мир видят в мрачных тонах, мистицизмом увлекаются и вообще те еще контркультурщики. Самой первой альтушкой, кстати, был Гераклит. Его даже прозвали темным философом. Все потому, что он толкал непонятные речи о том, что в одну реку нельзя войти дважды, противоположности соединяются, и все в этом духе. Ну все, теперь тебе есть чем удивить свою альтушку. Ведь отныне ты эксперт в скуфологии и альтсофии. И пусть подобных направлений философской мысли еще не существует, подходящие философы уже нашлись. А кто, по твоему мнению, главные скуфы и альтушки в философии и культуре? Пиши в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok